Добро пожаловать на канал Joywire, с вами Джо. Решением большинства голосов в нашем дискорд канале мы начинаем с вами погружение в мир XCOM War of the Chosen. Для тех, кому интересны сюжетные ролики из режима обучения и список модификаций, используемых в этом прохождении, нажмите на ссылку вверху, она переключит вас на нулевой эпизод данного прохождения. Для всех остальных добро пожаловать в XCOM. Я долго думал, на какой сложности начинать данное прохождение. И пришел к выводу, что сложность легенда для меня пока не по зубам, применять дополнительные настройки на данном этапе нет необходимости, а режим терминатора вместе с модификациями может привести к плачевным поломкам сохраненных файлов. Так что буду проходить в режиме ветерана без дополнительных настроек и без режима терминатора. В любом случае, сложность можно будет изменить в течение прохождения. Не забудь поставить жирный королевский лайк для меня на удачу. И без дальнейших разговоров, давайте приступим к игре. Мы говорим о правом. Или они удают нас в течение прохождения. Или удачу нас в течение прохождения. Мы требуем армии, чтобы встать в течение сейчас. Я имею идея лучше. Взбук, это центральный. Пойду. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok DimaTorzok Дима Торзок Приступаем к нашему первому заданию. Это так волнительно, блин. Дима Торзок Изучив территорию, оценив примерные места нахождения противников и точку задания, начинаем передвигаться на позиции. Первым делает рывок вперед Гектор Гонзалес, который сразу же замечает трио солдатов Адвента на открытой области и двух гражданских рядом с ними. Второй идет Ман Шик Чой, после идет Мин Хо Ли и последняя Сара Джонсон. Не получив ответной реакции во время хода противника, бойцы занимают позицию вокруг гранитного постамента и выжидают в режиме наблюдения. Не заметив следов другого отряда противника, Ман Шик Чой решает вступить в бой, начав боевые действия с броска осколочной гранаты. К сожалению, поразить всех противников не представляется возможным, поэтому граната направляется к группе из двух противников слева. Раскрыв нашу позицию, противники решают рассредоточиться и пытаются занять выгодную позицию. Мин Хо Ли идет на рискованный шаг и перерегается в стан врага, чтобы зайти с фланга. К счастью, точности в 65% достаточно для того, чтобы убить одного из солдат. Гектор Гонзалес занимает позицию для лучшего обзора и выстрел с вероятностью в 74% находит свою цель. Остается один противник, и Сара Джонсон заходит с фланга, но, к сожалению, 82% оказывается недостаточно. Начинается ход противника, и раненый солдат Адвента не находит лучшего решения, как убежать за подкреплением. Ощущение опасности, неразведанная территория и это отступление не дают нашим бойцам возможности преследовать раненого солдата, поэтому принимается решение занять более защищенные укрытия и ждать подкрепления противника. Ждать не приходится, ведь Гектор Гонзалес, заняв позицию, замечает вдалеке офицера Адвента с солдатами, которые в свою очередь начинают занимать более выгодные позиции для ответного огня. К большому сожалению, Гектору не удается зацепить осколочной гранатой сразу двух противников, поэтому принимается решение добить раненого. Мин Хо Ли оценивает свою ситуацию и возможность того, что сразу два солдата Адвента зайдут к нему с фланга и начинают стрельбу. К счастью, цель уничтожена. Ман Шик Чой продвигается вперед, чтобы занять полное укрытие и быть готовым к передвижениям противника, а Сара Джонсон встает в наблюдение. Офицер Адвента начинает движение и попадает под огонь Сары, но, к сожалению, выстрелы не находят свою цель. Тем временем офицер ставит метку на Гектора, которая форсирует солдата Адвента игнорировать взятого с фланга Шик Чоя и начать стрельбу с маленьким шансом по Гектору. Это, естественно, промах. Начинается наш ход, и Мин Хо Ли обходит с фланга солдата Адвента. 81% оказывается недостаточно для попадания, и солдат остается жив. Оставшись в невыгодной позиции, нашим бойцам нужен новый план. Отличное решение принимает Сара Джонсон и броском гранаты уничтожает укрытие офицера. Гектор немного меняет свои укрытия, чтобы быть к офицеру с фланга. И оставшийся без укрытия офицер Адвента становится легкой мишенью Гектора Гонзалеза. Из противников остается один солдат Адвента, и Ман Шик Чой заходят с фланга, и в этот раз 82% оказывается более чем достаточно для нанесения критического попадания. Все противники уничтожены, с убитых врагов мы получаем пару трофеев в виде улучшения для оружия и планшета Адвента. Распугивая гражданские, Гектор Гонзалез направляется на точку миссии и устанавливает заряд Х4 на памятник. Под взрывы и крики наши бойцы эвакуируются с задания. Миссия выполнена со статусом «Безупречно». Сделав постер с участниками, направляемся в штаб XCOM, где нам предстоит знакомство с начальниками научного и инженерного отделов. Сделав, в замке. Могу застрелять все мы создали, возвращаться к миру к хаосу нового мире. Вместо вместе мы способны подборить их. Вместо в любви Родов, мы живем, даже если за цену. Перед знакомством мы открываем для себя новый функционал под названием совместимость солдат, который дает дополнительные преимущества на поле боя. Это, кстати, дополнение из War of the Chosen. Также все наши солдаты получают повышение после данного задания, почему бы не наградить их сразу. Гранатометчик будет брать с собой гранатомет с двумя гранатами с широкой областью охвата. Снайпер будет вооружен винтовкой-револьвером и способностью общий вид, с помощью которой он может вести огонь по врагам, которых видят его тиммейты. Рейнджер очень интересный класс с возможностью нанесения милишного урона. А специалист будет брать на задание дрона, который может взламывать устройство и улучшать бойцов отряда. Настройка спуска – интересный предмет, учитывая шанс в 5% есть персонажи, которые могут атаковать несколько раз за ход. А исследование планшета поможет в дальнейшем изучении поведения противников на поле боя. Изучив трофеи, направляемся в исследовательский отсек. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Тайган дает нам возможность улучшать не только наше оружие и броню, но и дает возможность открывать скрытый потенциал бойцов, проводить скрытие противников и их оборудование и многое другое. Первый выбор крайне сложный, но я больше всего склоняюсь к модульному оружию, так как в большинстве столкновений лучше уничтожить противника, чем перенести очередной выстрел от него. Тем не менее, в будущем улучшение брони станет очень критичным для нас. Закончив с исследованиями, отправляемся в инженерный отдел. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Эти предметы не наносят урона противникам, но могут спасти жизнь нашим бойцам. Хоть и большая часть заданий завязана на убийстве противников, иногда лучше отступить и перегруппироваться, чем лезть на рожон и умирать. У нас достаточно большой список бойцов, и я хотел еще раз напомнить, что у вас есть возможность добавить свой ник, имя и фамилию в ряды нашего штаба XCOM. Продолжение следует... 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 Но поисками новобранцев мы займемся с вами в следующей части наших похождений XCOM. Не забудьте поставить лайк и подписаться, чтобы не пропустить следующий эпизод. С вами был Джо с канала Joywire. Пока!